Большая семья Ольги Мерцаловой и ее супруга четверо детей это и большие расходы. Одежда, питание, старшие посещают кружки, мама не работает с малышами дома. Квартира тоже не маленькая, как следствие квитанции за ЖКХ стабильно высокие. Ольга еще до замужества оформляла субсидии на жилье, а уж в сегодняшних условиях Мерцаловы долго не думали. На нашу квартиру с учетом электроэнергии и самих коммунальных услуг получается около 7 тысяч рублей. Субсидия получилась у меня практически стопроцентная, доплата около 1000 рублей. Кстати, как нам пояснили, размер субсидий рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от многих факторов. Ее состава, доходов, чем ниже среднемесячной, тем выше выплата, учитывается также и где люди проживают. К слову, средний размер субсидии по краю составляет сейчас более 2400 рублей на семью в месяц. В Управлении соцзащиты по Барнаулу нам рассказали, бывает, что в субсидии отказывают. Прежде всего, ее не смогут получить имеющие долги на оплату ЖКХ, но отказывают не только им. Когда рассчитывается субсидия и с учетом всех показателей и факторов, то есть и доходов и так далее, субсидия получается 0 рублей. Бывают основания для отказа, если граждане не предоставляют те документы, которые мы не можем запросить в порядке межведомственного электронного взаимодействия. То есть это, к примеру, например, сумма выплаченных алиментов, либо стипендии студентам. Список документов, необходимых для получения субсидий, можно посмотреть на сайте Минсоцзащиты края. Желающим нужно написать заявление, подать документы в МФЦ, либо на портал госуслуг. Кстати, наша героиня Ольга оформила соцподдержку, не выходя из дома, причем потратила на процесс от силы 10 минут. Отметим, субсидия назначается на полгода, а спустя 6 месяцев потребуется уже новое заявление. Кстати, в Минсоцзащиты уверены, с повышением тарифов желающих получить финансовую помощь станет больше. А тем, кто субсидию успел оформить в этом году, автоматически сделают перерасчет. И она вслед за тарифом возрастет. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.